Ну что ж, настало время выбрать нашу команду, и нашей командой будет Макларен. Поскольку я выбрал то, что я буду участвовать под их опекой в Формуле 2, соответственно, у меня есть небольшие бонусы от них. Во-первых, это сразу бонусы за гонку, отовременной разработки и эффективность бестопов. К сожалению, нет бонуса к скорости модификации, и, соответственно, у нас самые банальные детали будут делать двигатели, что немного плохо. Также задачи они ставят слишком сложные, поскольку вот 9 место в квалификации это будет не особо легко. Почему? Ну, перейдем к болиду уже чуть позже. Собственно, мы уже пожимаем с Эммы друг к другу руки, и все. Переходим в Моторхоум Макларена, и, собственно, встречаемся тут с Зак Брауном и нашим гоночным инженером. Собственно, как обычно, как в 18 формуле, нам показывают, рассказывают, что тут, где наше место, и тому подобное, что мы тут будем, в общем, делать. Ну и что ж, в принципе, что я ожидал от болидов в новой формуле, то, что они будут по характеристикам такие же, как и в реальности. Но, меня поразило то, что я просто увидел в модификациях, и у меня просто созрел интерес даже такой, а разработчики на это забили или просто забыли? Ну и да, Эмма нам тут, опять же, рассказывает про то, что из себя представляет команда Макларен и их цели. Ну окей, собственно, немного переделали интерфейс, сделали его более таким красным, под цвет формулы 1. Ну, небольшие изменения, собственно, опять же, задачи наши, ну и там бонусы. Переходим к болиду, точнее, проходим все обучение, которое нам показывают. Соперек, наш пока что Ландо Норрис, наш тиммейт. Ну и, собственно, вот, это то, о чем я говорил, а именно уровень болида. И, соответственно, он не поменялся с 18-го года, вообще никак, то есть это один в один болиды по характеристикам, как с 18-го года, но с аэродинамикой с 19-го года. Окей, я могу понять то, что, может, разработчики не успели, забыли или что еще, ну почему, никак не попытались даже поменять. Соответственно, за это у нас Вильямсы едут кое-как, то есть не так, как в реальности и не на последних местах, а ну кое-как там за 16-е места борются. Макларен у нас ни хрена не едет, хотя он должен ехать, по сути. И, конечно, немного обидно все-таки увидеть подобную результат, то, что небольшую деталь эту и не поправили по итогу к релизу. Ну, точнее, может быть, ее поправят после того, как игра официально релизнется 28-го числа, поскольку это у меня версия на 3 дня раньше. Но все равно ждать ради этого 3 дня, ну, камон. Даже пидстопы во Франции тоже не сделали, хотя пидстопы эти не переделали за день до этапа Формулы-1. И тут напрашивается вопрос, а чем все-таки в Кодмастер занимались? Ну, честно, от 18-го года что здесь изменилось? Интерфейс, небольшой сюжет появился в карьере, ну, поменялся, блин, все-таки, да, под регламент 19-го года. И все, это, я не вижу прям таких больших изменений в игре, чтобы вот такие незначительные вроде бы детали не были даже изменены. Ну, вот. По поводу гонки, вы ее, собственно, сейчас видите. Почему не сначала гонка? Потому что я побоялся то, что у меня раскребируется полностью руль, поскольку, когда я уже ехал, видел то, что он уже немного уходил влево по отношению к центру. И я решил просто выйти из игры, забыв выключить запись. По итогу, вся запись крашнулась, ее невозможно восстановить, и пришлось все-таки ехать из середины гонку. Собственно, я думал, когда продолжу ехать, то, что гонка будет полностью безнадежная и неинтересная, поскольку до этого я ехал полдистанции в гордом почти одиночестве. Ну, и под конец все-таки окей, да, там, через три круга выехали гонщики, которые были на двух пидстопах. Хотя, вроде бы, нынче уже все идут в формуле, в основном, на одном пидстопе, и второй пидстоп делают, в основном, лидеры, когда идут на быстрый круг, чтобы заработать одно лишнее очко. И тут боты все равно идут на два пидстопа. Ну, окей, это дело ботов все-таки. Ну, и да, перед нами еще борьба Хэмплитона и Эликлера, но у Хэмплитона был поврежден передний антикрыл справа, из-за чего он, собственно, проиграл в поворотах. Ну, и Гасли я все-таки пропустил, ну, с Рблоном еще сложно сражаться. После Гасли на меня начал давить Риккярда, и также без каких-либо проблем, напрямую, за счет Слипстрима и Дресса, он меня уже обошел. По итогу я уже упал до девятого места, и особо впадать дальше я не хотел. Конечно, я попытался контратовать Риккярда, но решил то, что будет слишком... Я слишком далеко нахожусь для атаки, и это будет даже больше в ущерб мне. Перес попытался меня обойти в конце первого сектора, но не повезло. Я, к сожалению, ему закрыл слишком сильно калитку, из-за чего я его даже пытался развернуть. Из-за чего человек отстал, но на меня начал уже давить Магнусом. И с Магнусом у нас была конкретная такая заруба аж до конца гонки. И, в принципе, атаки были поэтому все однообразные, то есть это была атака на старт-финишной прямой. Да, были моменты, когда у него и проходила эта атака, поскольку он начинал меня догонять. В начале прямой, а не то что под конец, когда я уже выдавливал его как можно ближе к апексу поворота, из-за чего ему пришлось более интенсивно оттормаживаться, и я смог вернуть себе свою позицию. Но через какое-то время уже и Перес к нам подключился, хотя вот казалось бы, вроде был где-то в 5-6 секундах, но настолько сильно я замедляю просто Магнусона. Вот, собственно, та самая атака, которая удалась у Магнусона, поскольку он был после выхода из последнего поворота очень близко ко мне, и я никак не смог, к сожалению, защитить свою позицию. Уже и Перес пытался, но ему чуть-чуть не хватило по времени. Но самое удивительное в том, что я не отстал от Магнусона, и по итогу я смог еще побороться за эту 9-ю позицию, но борьба была не особо долгой, поскольку Магнусон просто ошибся на торможении в первом повороте, и я смог перекрестить траекторию и спокойно забрать свою позицию. Из-за чего, кстати, он отстал вместе с Пересом, потому что они начали там между собой разбираться, но перед последним кругом меня снова догнал, и опять же они снова начали разбираться между собой. Конечно, я подумал, что окей, мне хватит времени отъехать от них, но мой темп, мои шины уже были на исходе, и я надеялся, что Перес сможет кое-как удержать Магнусона, и я успею оторваться и спокойно финишировать без каких-либо проблем. Но, к сожалению, этого не произошло. Переса тот момент уже сам догнал там Хюлькенберг, поскольку у Переса там возникли проблемы с ДВС, ну, как обычно, первый этап сезона, так что почему бы не возникнуть этим проблемам. Итак, Магнусон меня догнал в середине круга, и, в принципе, у него были места для атак, и самое главное место для атаки это было как раз обратная прямая с ДРС, поэтому самое главное надо было не допустить так, чтобы Магнусон меня прошел все-таки в конце этой прямой. И по итогу, да, он меня не прошел, но все-таки расслабляться рано еще, впереди у нас еще пару поворотов, и плюс еще старт-финишная прямая, поскольку старт и финиш у нас находятся посереди прямой, поэтому у Магнусона еще есть небольшое время, и ДРС также со слепстримом, чтобы меня обойти. Но к последним метрам дистанции у меня был ЕРС еще немного, и немного еще топлива. С ЕРС вообще на этом этапе была полная проблема, поскольку даже на стандартном уровне ЕРС очень сильно расходовался, и я больше в часть гонки ехал с 20-30% зарядом. И поэтому можно сделать вывод небольшой, то что ЕРС будет очень сильно расходоваться уже в этой части, и его надо будет уже конкретно экономить даже. Если раньше ты не особо об этом парился, то теперь надо конкретно будет об этом думать, поскольку до толпы мы возьмем все модификации на ЕРС, он будет сильно даже расходоваться. Ну и вообще, в принципе, надо будет сейчас привыкать к новой формуле, надо по новой делать сетапы для машин, поскольку прошлые сетапы не особо хорошо работают, из-за уменьшенной прижимной стилы, за счет изменения переднего антикрыла. И из-за этого я буду снова качать сейчас аэродинамику стараться, и также качать двигатель. Да, аэродинамику это единственное, что у нас более-менее хорошее у болида, но в поворотах мы сейчас будет добыть немало скорости за счет этих модификаций. И, собственно, за счет этого можно будет начать уже хоть как-то побеждать. Да, у нас не самый лучший у двигателя, как это было в Вильямсе, когда я качал именно у них аэродинамику, аэродинамику у нас был-то все-таки Мерседес, и уже хоть что-то было хорошее в болидах. Сейчас у нас все плохое, это и бежок, и дно, это и фиговое шасси, и все что хорошее у нас, это аэродинамика, и то среднее. По итогу первое место занимается Сибазин-Сибазин, второй Вальтер и Боттс, и третий Шахликлер. Это, пожалуй, единственный плюс в плане того, что не поменяли никак силы у команд, то, что Феррари еще может бороться за первое место. Ну, конечно, да, но и так-так может бороться, но все-таки, как мы смотрим в реальности сейчас, в 19-й формуле доминирует по большей части Мерседес. Да, Феррари едут очень хорошо, но охренеть у них подвела у них вторая установка, то штраф получит Феттель, то еще что-то. После гонки у нас идет интервью с Клэр, как обычно, и вопросы, честно, остаются те же почти. Да, тут нас спросил по поводу Девана Баттлера, но не более, в принципе, вопросы будут, как я понимаю, одни и те же, и не более. Поэтому это будет первое и последнее интервью с Клэр, которое вы видите в видео, поскольку я просто даже не вижу смысла их просто оставлять, поскольку, ну, нафиг надо то, что и так было уже в прошлой части. Тут я немного, конечно, потупил над первым вопросом, да, ну, подумал, что же лучше ответить. Ну и, собственно, там, вопрос по поводу улучшения позиции, то, что я с 15-й аж приехал на 9-ю все-таки, за счет своей стратегии Вадим Питстоп. Хотя изначально стратегия тоже была Вадим Питстоп, но она выглядела софт-мидиум. Да, резина у нас теперь, кто не знал, поменялась. Теперь у нас есть только три комплекта, это просто софт-мидиум-хард. Если раньше резина разделялась на несколько видов, это гиперсофт, ультрасофт, суперсофт, софт-мидиум-хард, то сейчас просто разделение идет на три софт-мидиум-хард. Но, по сути, это вся та же самая резина, что и была раньше. Ну, может быть, там, немного другой состав, если его меняли. Окей, зарабатываем очки, качаем репутацию ко всем командам, ну и переходим к улучшениям. Собственно, так же у нас еще в сообщениях появились небольшие вырезки из интервью нашего бывшего напарника по Формуле 2, ну и так же нашего бывшего главного соперника, потому что у нас до сих пор будет моим личным соперником. Я думаю, когда будет возможность, я обязательно его выберу. Ну и там, можно почитать немного, кому интересно, поставите на паузу и прочитайте. Я так, конечно, вскользко на них почитал, там, в основном, были вопросы про то, что они думают обо мне, ну и мой напарник, как обычно, сказал, ох, он целеустремленный и тому подобное, ну, а главное, что оппонент ничего особо такого не говорил. Ладно, по поводу модификации сразу же я решаю, я беру твердую модификацию, а также еще снижение стоимости, отдел качества, поскольку не хочется задать лишнюю неделю, когда ты так ждешь, минимум две недели, на то, чтобы приехала детальная модификация. Ну да, и контракт мы, конечно, немного изменим после Баку, но до этого момента нам надо еще доехать. Собственно, еще на остатки я беру модификацию ДВС, ну, начнем, так сказать, качать ее. И на этом я все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу БК, и до скорых встреч, ребята, пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok